Новый маяк построили в окрестностях областного центра. Правда, радиосигналы кораблям он не посылает и мощными прожекторами сквозь туман не светит. Сооружение возвели те, кто не имел отношения к строительству и архитектуре. Прототипа у этого маяка нет. В трехэтажной башне, которая красуется на берегу Берди, близ села Морозова, все по оригинальным чертежам. Собирательный образ маяков. Мы смотрели на большое количество маяков, смотрели на их пропорции, вместе с нашими дизайнерами разработали дизайн-проект, как он должен выглядеть с нашей точки зрения. Наверное, первый месяц подготовительного этапа он ушел на то, чтобы выбрать материалы, выбрать сечение бруса, понять, какие металлические изделия нам нужно заказать, их сварить, лазерную резку сделать, подобрать болты. Сооружение строили те, кто руками работать не привык. Сотрудники одной из IT-компаний Новосибирска. Программисты, создатели корпоративных информационных систем и мобильных приложений. Купив стройматериалы, решили потренироваться. Маяк сначала возвели в Академгородке, на площадке, рядом со своим офисом. Брусья и доски пронумеровали. Потом разобрали конструкцию и перевезли к месту установки, на остров. Фундамента нет, башня стоит на сваях. На берегу весной достаточно влажный грунт и свае необходимо было завинчивать глубоко, чтобы конструкция вся устойчива была. На берегу работали около 30 человек. Примерно треть сотрудников компании управились за пару дней. Авторы проекта уверены, большая стройка сплачивает коллектив. Мы почему стараемся делать что-то такое интересное, неожиданное, потому что оно позволяет действительно узнать друг о друге, о коллегах больше. Потому что мы знаем в рамках рабочих задач, мы немножко знаем про какую-то там личную жизнь и интересы. Но вот такие проекты, которые неожиданно для всех, скорее всего, участников, они позволяют раскрыться по-новому. Я помню, когда я запостил это в Инстаграм, что вот мы построили маяк, там, не знаю, куча просто знакомых, которыми в сто лет не общался. Сразу стали писать, где же он, как можно приехать сфотографироваться, типа такая красотища. Творение программистов приглянулось известному новосибирскому фотографу Еве Шафран. Она побывала на маяке, сделала несколько снимков и смонтировала анимационные ролики. Строители маяка говорят, здесь, наверху, обязательно зажгут свет. Появится обычная яркая лампочка. Но ни в коем случае не прожектор, направленный в сторону реки Берть. Иначе это будет мешать судоходству и сбивать капитана в столку. На лоцманских картах этой башни нет. Тем не менее, она вряд ли останется только декоративным сооружением, рассказывают сотрудники IT-компании. Владельцы земельного участка обустроят здесь пляж. Пусть и присматривают за маяком, а заодно используют его для хранения спасательных кругов, жилетов и весел. Анатолий Харитонов, Алексей Зубило, Новости ОТС.